Дорогие коллеги, я специально подчеркиваю коллеги, потому что здесь собрались соратники по борьбе за развитие ракетно-космической отрасли в Российской Федерации. Я 7 лет был, как Владимир Александрович, еще больший срок деканом вот этого факультета и прекрасно представляю состояние дел в отечестве ракетно-космической отрасли. И задача подготовки кадров. Начну с ремарки. Часто в рекламе появляется какой-то прибор или препарат, создан с использованием космических или оборонных технологий. Задумайтесь. А это значит, что все лучшие достижения высоких технологий, связанные с конструированием, с материалами и прочим, они все аккумулировались и осели в ракетно-космической отрасли. Это та самая высокая пирамида, в которой происходят все самые важные технические и научные перевороты, революции и достижения. Поэтому вот всех, кто здесь присутствует, я считаю, что всем нам повезло. Одни, значит, уже многоопытные преподаватели, сотрудники организаций, которые работают над задачами ракетно-космической отрасли. И те студенты, которые здесь обучаются, может быть, вы еще не осознали, но, закончив военлях, у вас открываются блестящие перспективы, поскольку опыт показывает всегда выпускники ракетно-космических специальностей, выпускники подобных УЗОВ, они востребованы не только в профильной нам отрасли, но и во всех отраслях народного хозяйства. Мы проводили мониторинг насчет биржи труда, так вот, ни один нам подобный на таковую не обращался. То есть все востребованы. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас очень высокий потенциал, особенно сейчас мы обращаемся к вам, которые будут работать на различных рабочих местах, ну, я условно сказал, рабочие, это инженеры, конструкторы, исследователи, которые внесут должный вклад в развитие, в первую очередь, ракетно-космической отрасли. Что касается военмеха, мы со всех сторон активно поддерживаем как предприятия, так и всех студентов, для того, чтобы повысить качество подготовки выпускников и обеспечить вот тот баланс, который существовал ранее и который должен существовать. Для этого существуют различные формы договоров с предприятиями, это и целевая подготовка, и практики. Вы, значит, следите за вузовской прессой, то непременным условием каждого года прохождения практик, это практики на космодромах. Это и Плесецкий космодром, и Байконур, и в ведущих аэрокосмических фирмах нашей страны, невзирая на то, где они находятся. Следующая позиция наша, это обмен студентами между вузами, так сказать. Вот уже произошли прием студентов с других аэрокосмических вузов, чтобы организовать вмешение научно-педагогических школ. Ребята здесь обучались, получали, значит, определенные знания по дисциплинам, сдавали зачеты и экзамены, и это учитывалось в другом университете. Сейчас в нашем плане направление подобных студентов в другие вузы при базовых аэрокосмических предприятиях. Второе направление важное, это активизация студенческого движения. Мы договорились с проекторами ведущих аэрокосмических вузов, что проходят так называемые аэрокосмические чтения в профильных вузах. Это Москва, Московский авиационный институт, Казань, Красноярск, Самара и Санкт-Петербург. Вот мне буквально в марте прошла, будем сказать, такая юбилейная конференция, пятая, под названием «Молодежь, техника, космос». Очень широкая география выпускников, приняли участие там представители порядка 50 городов, в том числе и за границей. С каждым годом уровень повышается. Конференции проявили интерес и работодатели, вот со следующего года уже будут представители руководства предприятий. Так что это тоже набирает силу и в первую очередь благодаря непосредственно студентам, поскольку активность этого движения, это как раз в ваших руках. В заключение, что хочу сказать. Наверное, это действительно, если говорить о высоких технологиях, то эксперты всегда, я может быть уже повторюсь, называют порядка 10 направлений развития технологий в мире. Понятно, что в мире существует специализация, различная профильность. Так вот, если страна на мировом уровне обладает хотя бы тремя направлениями высоких технологий, она признается в великой державе. Одно из этих направлений, это как раз космическая отрасль, где мы действительно удерживаем до настоящего времени лидирующие позиции. Поздравляю всех с Днем космонавтики и желаю, что от всех нас зависит будущее и этот вклад будет достоин. С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...